Перед началом оперативного совещания начальник отдела муниципальной службы и кадровой политики администрации Дмитровского округа Татьяна Дмитрук представила новое должностное лицо. На должность заместителя главы администрации округа назначен Игорь Лазарев. Он будет отвечать за строительный сектор, генеральный план округа, использование земельных участков, электрификацию и связь, а также за рекламную деятельность и внедрение единого центра управления регионом на территории округа. Об итогах работы по собираемости платежей за аренду имущества и земельных участков, а также по выкупу земельных участков и по работе с должниками рассказала заместитель главы округа Татьяна Тищенко. На 1 октября собран 81% или 252 миллиона рублей за аренду земельных участков. План по продаже земли выполнен на 48%. Задолженность по аренде снизилась с 941 миллиона рублей до 525. В числе основных должников – компания «Экожелком», «Дмитровстройуниверсал». С ними работают судебные приставы. План по арендной плате за имущество выполнен на 96%. Основные должники – «Экожелком», «Дмитровтеплосервис», «Дмитровское благоустройство». У судебных приставов находится 33 исполнительных листа. Директор компании «Экожелком» Марина Буланова, у которой 100 миллионов рублей долгов по имуществу и 77 миллионов рублей по земле, заверила, что если компания останется на рынке и не будет признана банкротом, то же задолженности будут погашены. По словам Татьяны Тищенко, сегодня для бюджета округа выгоднее продавать земельные участки, так как ставки по арендной плате невысокие. Очень много заявлений подается собственникам на выбор, но по таким участкам мы не можем реализовать право собственности. Предоставить право собственности такой участок может быть предоставлен только лишь долгосрочную аренду. Соответственно, количество отказов. И пока мы реализовали только 48% от плана, что составило 42,7 миллиона рублей. Что касается динамики задолженности по арендной плате за земельные участки, она у нас положительная. На начало года у нас было 941 миллион задолженностей, сейчас 525 миллионов задолженностей, то есть практически 444 миллиона за десятых задолженностей у нас улучшилась динамика. Мы знаем, что это связано с судебным решением по Дмитровскому порту. Завершила оперативное совещание начальника управления по обеспечению деятельности органов местного самоуправления Ирины Хоменко. Она подвела итоги работы с обращениями граждан через портал Добродел за прошедший сентябрь. Всего за этот период поступило 1248 обращений. Более 90% обращений связано с жилищно-коммунальным сектором. Наиболее острой остается проблема и своевременного вывоза твердых коммунальных отходов и крупногабаритного мусора, а также навалы на контейнерных площадках. Наибольшее количество обращений пришло на категорию несанкционерной свалки и навалы мусора во дворах и на территории общего пользования. Если сравнивать с топом по Московской области, то там на первом месте категория нарушения правильных отходов в контейнерных площадках. В сентябре был перенесен срок решения по 272 обращениям, из которых 48 необоснованно отложенные. Через Добродел поступило также 528 повторных обращений и снова в лидерах проблемы в ЖКХ. 11 обращений с нарушением сроков рассмотрения. Глава округа Илья Поначевный дал поручение заместителям более ответственно относиться к рассмотрению обращений граждан и вовремя на них отвечать. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok